Всем привет дорогие друзья! За окном 25 декабря, а это значит что? Это значит, что отдельных наших соотечественников сегодня русский народный праздник, католическое Рождество и по этому поводу они конечно же будут торжествовать, у них не будет повода не выпить. Но сказать сегодня не хотел не об этом, зачитать хочу одну интересную информацию, которая прилетела буквально вчера вечером уже от информационного агентства Регнум, в частности касается нашей любимой пенсионной реформы, Пенсионный фонд России, обещает увеличение размера пенсии в два раза. Да, увеличится он может, читая уже само сообщение, да, действительно почти в два раза на 142% при выходе на пенсию, вот это вот очень важно, на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе ПФР, там пояснили, что такой рост произойдет за счет премиальных коэффициентов, если человек, стаж работы которого 30 лет, сумма пенсионных баллов и бла-бла-бла, короче, по-русски. Что они предлагают? Они теперь уже предлагают нам в добровольном порядке, гражданам, насколько все же мы знаем, да, что с прошлого года, вернее, с этого года, на 5 лет позже все дружно мы пойдем на пенсию в 65 и в 60, соответственно, мужчины, женщины много об этом говорят, что давайте-ка увеличим еще. И вот сейчас ребятишки из пенсионного фонда предлагают, уж коль скоро на законодательном уровне этого сделать нельзя, давайте, говорят они, на добровольных началах, на добровольной основе вы придите и скажите, что я не хочу в 65, я готов выйти в 70 лет на пенсию, ну, если речь идет о мужчинах. И вот тут даже цифры интересные приводятся. Они пишут, вот если гражданин обращается за назначением пенсии сразу, то есть вот в сегодняшних реалиях, то размер его пенсии, опять же, в сегодняшних цифрах составит 15 803 рубля, если обратиться. Через 10 лет, то там, короче, какие-то коэффициенты, в общем, пишут уже про 35 тыр, 542 рубля, и даже там, если совсем все будет здорово и хорошо, до 52 тысяч рублей. То, что меня эта новость на самом деле повеселила, напомнила, она мне вернула меня в мои юные годы, когда я работал, сейчас объясню, почему вернула, я тогда работал, только пришел из армии за складом. Но не в этом суть, дело в том, что склад находился на железнодорожном вокзале города Екатеринбурга, прямо на ЖД вокзале, и, как вы понимаете, ежедневно, да, ходя на работу, мне проходилось пересекать эту привокзальную площадь. Тут и вообще много времени там проводить, потому что я ж нырял туда-сюда, то грузчиков искал, то там просто где-то что-то поесть покупал, там, может быть, где-то каких-то сигарет и так далее. Естественно, через какое-то время я знал уже всех привокзальных шулеров, наперсточников и прочих лохотрончиков, и эту картину ежедневно наблюдал. Братан, ты не думай о том, что ты проиграешь тысячу рублей, вот здесь лежит призовой фонд, 5 давай ставь! И лох ставил, потом стоял еще, 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 разумеется, уходил без штанов, на следующий день я шел опять мимо этих лохотрончиков. В очередной раз там стоял другой лох, которого разводили по той же самой схеме. Братан, не думай о том, что ты проиграешь эту тысячу, вот призовой фонд, 5, у тебя сейчас может быть 5. И лох опять ввелся, лох опять ставил. Ребят, сегодня, да, мы наблюдаем все это дело уже на государственном уровне. Государство наше ведет себя, а Пенсионный фонд России, это государственная структура, на минуточку, точно так же, как вели себя в 90-е лохотрончики. Да, только тогда были 90-е. И тогда этим занимались жулики и тех лохотрончиков, даже тогда, в 90-е. Ловили, сажали. А сегодня нам говорят, хотите как в 90-е? Ну, нет, не хотим, мы сами вас туда приведем. И вот вам, пожалуйста, Пенсионный фонд ведет себя точно так же, как те мои вокзальные лохотрончики, ребята. Но самое печальное, вы знаете, у уголовников. У жуликов есть какие-то негласные нормы, правила, законы, по которым они не отбирают у людей последние. У тех же лохотрончиков существовали негласные законы, что если человек проигрался вдрызг, ему давали какую-то копеечку, мол, на, ну, до дома тебе доехать. В казино действует правило, что клиент, который проигрался, его там накормят. Выпить нальют за счет заведения, это нормально. И только наше государство даже этим законам уже не подчиняется. Ну, что я вас поздравляю и удачного дня.